большинство людей похоже не знают что это такое но как только я объясню вам что это такое вы скажете о да в этом есть смысл доведение до оргазма это процесс доведения себя прямо до грани оргазма но затем отступление и повторение процесса это довольно просто но прежде чем мы перейдем к сегодняшнему видео в котором более подробно рассказывается о том что такое доведение до оргазма почему вы возможно захотите это сделать и как это сделать в первую очередь мы хотим знать вы когда-нибудь возможно случайно делали раньше вы не понимали что это такое но теперь вы это сделали дайте нам знать в комментариях ниже если вы новичок на нашем канале мы хотели бы передать вам привет это ванесса я ксандер марин ванесса сексопатолог мы вместе уже 14 лет наша цель предоставить вам инструменты советы и техники необходимые для создания действительно необычных отношений как в спальне так и за ее пределами так что если вам это интересно и нажимайте кнопку подписаться чтобы получать уведомления все в порядке так что давайте начнем где находится грань и так давайте представим себе ваше удовольствие по шкале от 1 до 10 где 10 баллов это оргазм и вы вероятно заметили что по мере того как ваше удовольствие возрастает в определенный момент вы достигаете грани за которой вы по сути переходите к оргазму переходите к этой десятке и так что такое границе это просто приближение к этой почти критической точке но не совсем за гранью хорошо так какова же цель всего этого если вы никогда раньше этого не делали это может показаться немного мучительным например почему бы просто не перейти грань и так основная причина по которой люди практики заключается в том что это может привести к более сильному оргазму вы создаете такое сильное напряжение что к тому времени когда вы наконец позволяете себе перейти грань это может ощущаться намного сильнее я все же хочу сказать, что это не всегда так. Иногда вы можете доводить себя до такого состояния снова и снова, и тогда вы наконец позволяете себе испытать оргазм. И это что-то вроде этого. Зачем я это сделал? На самом деле это того не стоило. Так что мы просто хотим внести ясность. Это не похоже на гарантированный немедленный, ну знаете, дикий запредельный оргазм. Еще одна из главных причин, почему людям нравится, заключается в том, что это часть игры власти с вашим партнером. Так что вы можете немного поиграть и сказать. Вы можете как бы помучить своего партнера и посмотреть, сколько раз вы сможете довести его до предела, но не доводить до оргазма. Но это может быть действительно забавным способом поиграть с этим. По сути, вы просто тренируете свое тело распознавать точку невозврата. Если вы не понимаете, о чем я говорю, большинство владельцев пенисов скажут вам, что есть точка, когда возврата нет. Несмотря ни на что. Вы еще не испытываете оргазма, но вы достигаете точки, когда понимаете, что даже если я прекращу все стимуляции, я испытаю оргазм примерно через 5-10 секунд. Таким образом, по сути, вы учите себя распознавать эту точку. Вы можете подойти к ней очень близко, но нет. Хорошо, если я не буду двигаться дальше, я не опрокинусь. Я смогу вернуться назад и начать все сначала. Так что, знаете ли, для того, чтобы добиться успеха, вам нужно понимать сигналы, которые подает ваше тело, когда вы приближаетесь к этому. Обратите внимание. Все в порядке. Итак, вы смотрите это видео и думаете, хорошо, это звучит довольно интересно. Как бы нам попробовать это сделать? Мы определенно рекомендуем вам начать действовать самостоятельно, потому что вы должны развить в себе чувствительность к тем признакам, которые указывают на то, что вы приближаетесь. И когда вы сами по себе, гораздо проще подойти к этой грани и немедленно прекратить, когда вам нужно остановиться это. Так что поиграйте с этим самостоятельно. Затем, как только вы почувствуете себя комфортно, вы можете привлечь к этому своего партнера. Я бы сказала, что первые несколько раз, когда вы попробуете это сделать, потребуется очень много общения, потому что ваш партнер не может читать ваши мысли. Он не находится в вашем теле. Так что они действительно будут полагаться на вас в общении именно тогда, когда вам нужно, чтобы они остановились. Сигналы, ведущие к этому, тоже есть. Похоже, мы уже совсем близко. Мы уже совсем близко. Хорошо, а теперь мне нужно, чтобы вы остановились. Таким образом, ваш партнер действительно сможет остановиться. Так что это требует большого количества вербального общения. Честно говоря, некоторым людям кажется, что это того не стоит, потому что для этого требуется очень много общения. Но это может быть действительно интересным способом поэкспериментировать со своим партнером, попробовать что-то новое. Хорошо, на этом мы заканчиваем наше быстрое и простое видео. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Вы также можете подписаться на наш канал на YouTube, а затем нажать на значок уведомления, чтобы получать уведомления, как только мы опубликуем новые видео. Спасибо, что посмотрели. Увидимся в следующий раз.